Скорая помощь в Самаре появилась в 1935 году. И тогда ежедневно на круглосуточное дежурство выходили два врача, акушерка и три санитарки на трех специализированных машинах. Чем располагает скорая сегодня? В ближайшие полчаса меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору», дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. Сегодня ваша любимая тема, внимание, Инна Труханова, врач-анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Самарской области, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый день, Инесса. Добрый день, слушатели. Все, кто смотрит нашу передачу, мы сегодня будем говорить о скорой медицинской помощи снова, потому что это очень важная тема, потому что скорая медицинская помощь – это национальная безопасность. Да, и мы ждем звонков по номеру 202-11-22, звоните к нам в студию, если у вас есть вопросы на вашу любимую тему. Я начала с того, что в 1935 году скорая располагала тремя автомобилями, легковыми, насколько мне известно. Как представить вообще, что такое скорая помощь Самарской области на сегодняшний день? Конечно, все цифры назвать невозможно, но тем не менее. Да, цифры будут совсем другие, потому что и скорая помощь за это время грандиозно изменилась. Ну, конечно, автомобиль выглядит по-другому. Это специализированный автомобиль, и скорую медицинскую помощь оказывают два класса автомобилей. В основном это автомобиль класса Б, в котором ездит врач-фельдшер, медицинская сестра и водитель, или два фельдшера, медицинская сестра и водитель, или фельдшер с медицинской сестрой и водитель. Да. У нас теперь такая обязательная структура скорой помощи. Это два сотрудника с медицинским образованием высшим или средним. Обязательно водитель, и в этом случае машина класса Б обслуживает... Да, без водителя это точно не доехать. Да, да, да. И эта машина обслуживает общепрофильной, называется. Она обслуживает обычные вызовы. А вот если вызовы с угрозой для жизни, со смертельной угрозой, когда нужна анестезиолог-реанимационная бригада, вот здесь машина класса С, реанимобиль со всей аппаратурой, которая необходима для оказания реанимации. Это и дефибриллятор, и дыхательная аппаратура, и инфузоматы. Современный автомобиль всем этим обеспечен, кислород обязательно. И там уже анестезиолог-реаниматолог, сестра или медбрат-анестезист, и, конечно же, тоже водитель. Вот, поэтому скорая медицинская помощь это сложная структура. На сегодняшний день мы ее очень сильно реформируем. Скорая медицинская помощь это, во-первых, кадры, то есть это медицинский персонал. И это машина, о чем мы уже говорили, и это не легковой автомобиль, а специализированный. Кроме того, сейчас есть еще вертолет. Вот хотела спросить, да, теперь вы еще уже летаете, а все-таки насколько часто и по какому поводу? Ну, у нас структура такова, что вертолет это санавиация. Это тяжелые дальние районы, куда на автомобиле трудно проехать или долго. И в основном это оказание помощи и вывоз пациента из дальних районов в многопрофильные стационары, где можно оказать высокотехнологичную помощь. Это пациенты после ДТП, это пациенты с тяжелой дыхательной недостаточностью, это пациенты педиатрического профиля, который требует реанимации, то есть тяжелые пациенты. Но эта служба, она находится, базируется в областной больнице имени Владимира Диамедовича Севередавина и относится к отделению вот консультативной помощи населению тире санавиации. У нас сейчас пока санавиация в основном автомобильная и на тяжелые случаи практически 200 вылетов в этом году. Вот даже трудно представить, сколько стоит один такой вылет, поэтому, наверное, все-таки не каждый день летит. Здесь даже не в стоимости, здесь в организации процесса, то есть это, во-первых, конечно, вертолет тоже медицинский с аппаратурой, это обязательно, ну, экипаж и плюс это медик, который подготовлен к оказанию помощи в условиях перелета. То есть это дополнительное обучение медицинского персонала, который летает. Каждая бригада скоропомощная никак не может оказывать такую помощь, то есть это специально организованная структура. И она идет сопровождением для тяжелого пациента, которого нужно вывести в основном из труднодоступных отдаленных регионов или же находящихся в тяжелом состоянии, которых по какой-то причине нужно быстрее доставить в стационар. Насколько мне известно, автомобилей, те, которые на колесах, в Самарской области достаточно у скорой помощи. И причем они в основном это новые автомобили, да? Это новые автомобили. И здесь мы благодарны нашему правительству и губернатору нашему, потому что они предложили огромные усилия. Наш Минздрав совместно с нашим правительством области за два последних года обновили парк скорой медицинской помощи. Сейчас 70 процентов машин, которые ездят, это новые машины. Плюс нам были выделены в поликлинике и на станции скорой медицинской помощи автомобили неотложки. Это как раз вот тот обычный автомобиль легковой, но тоже медицинский. Он служит для оказания неотложной помощи. Забор материал, осмотр повторный пациентов, туда может выезжать один фельдшер или врач, или из поликлиники, или же со скорой медицинской помощи. Давайте пообщаемся. У нас есть вызов в нашу скорую помощь. Алло, здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вызывали скорую помощь и очень долго ждешь. Читали. Читали. Буквально по 4-5 часа ждешь скорую помощь. Это вопрос? Почему? Наверное, надо уточнить, по какому поводу вызов. Да, вот я и хотела спросить, а с чем вы вызывали? С какими жалобами? Какой был вызов? Потому что от этого зависит именно... Высокое издавление. Гипертония. Гипертоническая болезнь. Мы поняли. Спасибо за вопрос. Ну вот с этим вопросом, сколько выступаешь по телевидению, по радио, выходишь просто с нашими жителями к общению, и всегда этот вопрос вызывает наиболее часто. Давайте еще раз объясним. Значит, объясним следующим образом, что есть вызовы категории экстренной. Это вызовы, которые угрожают жизни. То есть, когда есть остановка дыхания, сердечная деятельность, выраженное кровотечение, либо какая-то неврологическая симптоматика, то есть парализовала, нарушение речи, сильнейшая боль в сердце. То, что угрожает жизни, когда есть необходимость вот приехать к этим пациентам за 20 минут. Эти вызовы называются экстренными. Это истинно скоропомощные вызовы. А все остальные вызовы на повышенное артериальное давление без дополнительных жалоб на боли в сердце, появление неврологии вот в данной ситуации. Да, просто повышение давления. Боль в животе, повышение температуры. Это вызовы неотложные. Они в дневное время по нынешнему порядку оказания скорой помощи по закону, который существует в России, они передаются в поликлинику во время работы поликлиники. До 8 часов вечера мы эти вызовы просто передаем в поликлинику на обслуживание. И вот здесь могла быть такая ситуация, когда скорая медицинская помощь, неотложный вызов передает в поликлинику. Мы видим, что он взят на обслуживание. Сейчас у нас гидплатформа позволяет это видеть, что вызов взят. Мы даже знаем, кто кому передан. И дальше он уходит участковой службе, там отделение неотложной помощи поликлиники. И они в порядке очереди обслуживают эти вызовы. И здесь может быть ожидание и до 4, и до 5 часов. Но мы дальше уже берем на контроль только те вызовы, которые вдруг к нам на скорую медицинскую помощь в оперативный отдел вернулись из поликлиники как неисполненные или же как требующие скорой помощи. Вот приехал врач или фельдшер неотложки, увидел, что там ситуация требующая скорой, он дополнительно вызывает. И здесь уже обслужено будет за 20 минут. Я хотела уточнить по гипертонии, но давайте сначала еще один звонок принято. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. А можете немного отойти от телевизора? Мы, честно говоря, не расслышали. Повторите, пожалуйста. Будьте добры. И вам большое спасибо за этот звонок. Огромное спасибо. Хотя не очень слышно, но мы поняли, да, о чем речь. Что человека спасли, что было все вовремя. И мне почему-то кажется, что не часто вы такие вещи слышите. Вы знаете, в последнее время чаще. Правда? Да, на самом деле, в последнее время чаще. Но вот я про себя могу сказать, что мне со скорой помощью всю жизнь везло, даже когда я не была ни главным специалистом, ни еще даже не врачом. То есть вот с детства мне скорой помощи сколько раз была нужна, столько раз помогала вовремя. Нужна была практически очень серьезная ситуация. У меня был почти анафилактический шок. И приехал доктор, который меня спас. И потом, через много лет, когда я пришла вот на эту кафедру, он пришел ко мне. Я долго хотела найти этого человека. Вот я очень благодарна этому, этой слушательнице этой нашей. Молодец, что она это говорит вслух, потому что у меня была мечта. Думаю, вот как я не спросила, как зовут этого человека, да? И вдруг я прихожу и смотрю. Конечно, прошло много лет, но я его узнала, он сидит уже пожилой. Я встала и говорю, вы знаете, случился счастливый момент в моей жизни. Я могу поблагодарить человека, который меня спас. Он здесь. А он-то настолько это... Он не ожидал, что это он. Он не то, что не ожидал. Он вообще человек очень скромный. К сожалению, его уже нет с нами. Вот. Но это просто... Это был аз. Это удивительная история. И мне повезло. История такая очень не случайная, как мне кажется, в нашей жизни. Да, да. Давайте еще пообщаемся со зрителями. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хочу задать вопрос, что скорая помощь будет... И сколько здесь... Да, я хочу сказать. Вот в этой руководине я вызывала дочери. И я пока не накричала, что я межиссинский работник, и у нее уже идет устремление оттал, потому что институт идет. Мне один взрослый не приехали. Приехали через два часа. Вот как вы мне объясните? Простите, мы... Я не знаю, что сегодня происходит со связью. Мы правильно поняли, что было прединсультное состояние? Да, было прединсультное состояние. И скорая... И скорая не приехала? Да, через два часа попала. Я уперации позвонила на 112 и сказала, что срочно, что я теряю боль. Да, мы поняли, конечно, ну, как бы, конкретный случай мы не знаем. Я могу сказать, могу только предположить, что здесь надо проводить разбор, который мы всегда проводим с Министерством здравоохранения, с территориальным фондом, конкретную ситуацию выяснять. Всегда очень трудно за вот этот короткий промежуток, который вы рассказываете, до конца понять, какова была ситуация и что вы говорили в начале. И послушать, конечно, надо. У нас сейчас есть эта система, очень удобно. Мы можем прослушать все разговоры, которые были с вызывающим. Мы всегда реагируем на все, вот, что происходит. Ну, на самом деле, если... В данном случае обращайтесь, мы рассмотрим этот вариант. На самом деле, если вы еще раз оставите нашему оператору свой номер телефона, то, может быть, в этом случае... Можно конкретно поговорить, индивидуально, потому что это же тоже еще и ваши личные данные, мы же их не можем распространять здесь, на передаче, вот так подробно. Инна Георгиевна, вы в начале программы сказали, что сейчас идет реорганизация скорой, и мы в прошлую нашу встречу, в общем-то, эту тему тоже затрагивали. Ну, может быть, кто-то не слышал, и вообще прошло уже какое-то количество времени. Что... В чем... Зачем вообще? В чем суть вот этого всего? Вот основная как раз суть, это ко всем этим вопросам ответ. Мы хотим, чтобы мы максимально быстро могли приезжать на те вызовы, которые являются экстренными. То есть, чтобы было качественное и доступное обслуживание, то, к чему как раз и призывают нас все слушатели, и мы знаем, что мы должны это делать, да. И как раз-таки у нас было четыре станции скорой медицинской помощи в Самаре, областная в Новокуйбышевске, Тольяттинская и Сызранская. И все остальные районы Самарской области имели отделение скорой медицинской помощи при центральных районных больницах. Они подчинялись центральной районной больнице главному врачу, обеспечивались, и имели там две бригады, ну, где-то три бригады максимум круглосуточно работающих на эту территорию. И вот все-таки пришли мы к выводу, что будет лучше, если мы объединим сейчас, на данный момент, вот в этом 2022 году, мы заканчиваем объединение четырех, каждой из четырех станций, близлежащие отделения скорой помощи из центральных районных больниц мы присоединяем к Тольятти, к Самарской станции, к областной станции. И вот до Нового года это объединение будет закончено. В следующем году мы планируем объединить все четыре станции в одну. Для чего? Объясню очень на простом примере. Вот Большая Черниговка. Центральная районная больница стоит в одной части этой территории Большечерниговского района. И много есть сел, которые находятся достаточно далеко от центральной районной больницы. Там всего две бригады было круглосуточных. Одна увезла в Самару пациента, другая оказывает вот здесь помощь. И даже если представить, что вот свободная скорая стоит возле больницы. Село Мокша находится на таком расстоянии, что никогда ни зимой, ни летом за 20 минут туда не доехать. Но село Мокша находится рядом с Волжским районом. И оттуда можно доехать за пять минут. Но вызывали бригады те, которые были в ЦРБ Большечерниговской. Ну, нелогично, конечно. Нелогично, да. Вот присоединив Большую Черниговку к областной станции. И Волжский район тоже относится к областной станции вот эта часть, да. Мы видим все бригады, которые ближайшие к тому месту, где происходит вызов. И посылаем тот резерв, который мы видим, что он ближе всего доберется до этого вызова. Таким образом мы обеспечиваем более быстрый приезд бригады на место вызова. Во-вторых, мы меняем кадровую ситуацию. Ведь практически все те скорые, которые были в районах, они были однофельдшерские. А объединив их в одну станцию, мы можем решить кадровый вопрос. И уже ни на один вызов не ездят однофельдшерские бригады. Они ездят всегда два медицинских сотрудника. Либо два фельдшера, либо фельдшер и медицинская сестра. В-третьих, образовательный момент. Все-таки здесь главный врач отправлял в одно место учиться, приглашал одних специалистов. Здесь других. Здесь как-то сами они какие-то алгоритмы выпускают. Это тоже разрешается. Но получалось, что у этих один подход. В другом районе другой подход. Здесь главный врач отвечает за то, чтобы алгоритм был всегда одинаков и соответствовал клиническим рекомендациям. Да, то есть меньше спорных вопросов. Меньше спорных вопросов. Ингеркин, вас перебиваю в пользу телезрителей. Хорошо. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Отойдите, пожалуйста, чуть-чуть от телевизора. Отойдите. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Хотела бы поблагодарить бригаду скорой помощи, в частности Алексея Войфу, что я волнуюсь, Игоря Алексеевича Полякова. У нас было тяжелое ковидное состояние, приехали очень быстро, практически спасли мою жизнь. Просто я волнуюсь, хочу поблагодарить. А мы волнуемся, потому что нам очень приятно слышать эти слова. Спасибо большое вам за ваш звонок. Очень приятно, Игорь Алексеевич, это мой ученик. Тогда вдвойне, наверное, приятно. Это аспирант нашей кафедры. Это очень хороший доктор и ассистент нашей кафедры, и аспирант. Делает научную работу, очень приятно слышать. Передадите завтра ему. Обязательно передам. Очень приятно, что и пациенты тоже довольны тем, как он оказывает помощь. Но очень внимательный, хороший доктор. Инга Юргин, мы с вами перед звонком говорили про реорганизацию. Примерно понятно, для чего и что будет. Но вот она еще не завершена. И, наверное, на этом пути возникли какие-то подводные камни, которые вышли наружу, о которых мы спотыкаемся. Да, вот хотела бы, чтобы наши дорогие слушатели пришли в понимание к той ситуации, которая происходит. Представьте свою работу, и когда идет у вас реорганизация, ремонт, какие-то другие изменения в привычном вашем труде, да? Ведь это всегда приводит к некоторым изменениям, и они иногда могут замедлять процессы, нарушать их. Что-то происходит не так, как вы привыкли. Вот сейчас, во время реорганизации скорой, такая же история. Мы, реорганизуясь и желая привести к лучшему, что случается уже буквально через 2-3 недели, максимум через месяц, когда все начинают привыкать к новой ситуации, да? Вот этот первый период присоединения зачастую бывает недопонимание у населения. Им кажется, что у них отняли скорую помощь. Мы боимся слова реорганизация, конечно. Да, конечно. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь с пониманием и со спокойствием. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы стало лучше. И просто вот в самый первый период реорганизации, первые дни, первые недели, могут быть какие-то шероховатости. Где-то, может быть, нет взаимодействия структур по передаче лекарственных препаратов. Сначала же их забирали в стационаре, а теперь это из Самары или из Новокуйбышевска. Их распределяют вот в эти скорые помощи. Может быть, какой-то сбой, да? Может быть, какое-то удлинение процесса понимания. И самое главное, помните, что скорую помощь мы ни у какого района не забираем. Мы, наоборот, привлекаем в ваши районы гораздо большее и качественное оказание скорой медицинской помощи. В большем количестве и в лучшем качестве. Потому что приезжают два фельдшера, приезжают из другого. Это не важно, что вы... Вот еще какой момент. Что приезжает незнакомый человек. В той же самой Елховке, Вестравке. Знали своих фельдшеров. Они же тут живут, тут и работают. То есть это знакомый приезжал человек. А теперь может приехать любой, кто относится к областной станции. Или к Тольяттинской станции. Это хорошо. Это грамотные люди. Это грамотные люди. Они хорошие фельдшеры. У нас всегда приезжает бригада, где первый номер. Это фельдшер с опытом, который уже много знает, много умеет. Второй фельдшер – это фельдшер, который либо молодой, либо он выполняет роль исполнителя тех задач, которые перед ним ставит первый номер. В Самарской области врачей немного работает. Это в основном в Самаре, в Тольятти. Это в основном анестезиологи, реаниматологи, педиатры. У нас в основном фельдшерская помощь. Мы готовим хороших специалистов. Мы их аккредитуем сейчас. Мы видим их навыки. Мы с ними работаем постоянно. Вот сейчас наша кафедра, например, выделила своего специалиста, ассистента в областную станцию к Раймону Самвелычу Чернухе. И он организует там образовательный процесс фельдшеров. Постоянно, каждый день онлайн или оффлайн он работает с ними. Над их навыками, над потребностями. Разбирают те недочеты, которые случаются, ликвидируют их. Их образование идет каждый день. Мало того, мы сейчас готовим проект, открою маленькую тайну, это будет первый такой проект онлайн-платформы трекового образования для конкретной станции, для областной станции скорой помощи Самарской области. Мы там будем обучать не только врачей, фельдшеров, сестер, но и водителей в том числе. И это будет на постоянной основе практически каждый день. Вот я вижу по вашему лицу, что это на самом деле очень важная новость. Но для нас, для потенциальных пациентов, наверное, самая важная новость, чтобы скорая успела вовремя. И не случайно, вот и к нам в студию поступают звонки такие эмоционально накаленные, ну потому что люди переживают за жизнь, за свою, за своих близких. А вообще вот эта ситуация накаленных отношений в работе скорой – это проблема на сегодняшний день? Я так думаю, Инесса Вячеславовна, что эта проблема не только скорой, это проблема сегодняшней жизни. Но скорая, так как она вот на передовой, она, может быть, просто чаще с этим сталкивается. И сама ситуация у пациента экстренность. Вызвали экстренную службу, которая работает достаточно напряженно по 18-19 вызовов, там, ну по 16 даже, если в сутки. То это каждый час практически новый пациент. Хочу сказать, что на нас повлияло многое, что случилось за последние три года. Следствие пандемии – это постковидный синдром, мы практически каждый его имеем. И это повышение тревожности. Тревожность внутри нас, она обеспечена была вирусом, к сожалению, да. Мало того, все, что в последнее время происходит, эту тревожность не уменьшает, а увеличивает. И поэтому, встречаясь в экстренной ситуации несколько лет назад и сейчас, мы имеем разную накаленность обстановки, да. То есть, поэтому сейчас всем бы немножечко успокоиться. Но как этого достичь, если это выходит за грань, ну, так скажем, человеческого резерва и переходит уже в состояние болезни у многих, а мы это не всегда можем отследить. Вот это очень важный аспект. На сегодняшний день, наверное, вот психологическая помощь должна быть на каждой станции скорой помощи для наших сотрудников. И это тоже мы сейчас, эти вопросы все решаются. И я думаю, что, в принципе, и людям самим надо подумать и оценить свое состояние и, возможно, чаще обращаться за этой психологической помощью. У нас в Самаре одна из очень таких сильных сторон нашей области, что у нас хорошо развита психологическая помощь. У нас хорошие специалисты, у нас есть эти кабинеты, но я, насколько вот знаю, в курсе, сейчас они не очень востребованы. А вот почему в такой ситуации люди не обращаются? Может быть, вот для каких-то ваших размышлений, может быть, одну из тем ваших передач посвятить вот этой стороне нашей жизни? Потому что это было бы важно. Да, такие темы возникают у нас, конечно. И причем стрессоустойчивость нужна и пациентам, и медицинским работникам. Понятно, что они тоже, наверное, не всегда способны устоять в этой ситуации. Инна Георгиевна, ну хорошо, а дело в том, что вот эта экзальтированность и, может быть, излишняя возбужденность, вполне объяснимая со стороны пациентов, приводит к совершенно обратному результату, получается. То есть помощь может... К сожалению, да. Потому что вообще по правилу, которое существует во всем мире, и у нас точно так же, когда оказываешь помощь, максимально нужно удалить людей, которые мешают. Родственников, какими близкими они не были, если только не нужна их какая-то помощь. И поэтому правильно организованный процесс у бригады, и это, там, родители или муж или жена, которые, там, сопровождают своего больного, им говорят, вы подготовьте документы, вы нам дайте вот это. Их отвлекают от процесса, чтобы они не вмешивались в оказание помощи, потому что иногда, зачастую, люди, думая, что они помогают, нам очень сильно мешают. Совершенно наоборот. И хотелось бы, чтобы, да, чтобы, когда приезжает скорая помощь, ну, адекватно реагировали на то, что они делают. Они знают, что они делают. На этом давайте будем прощаться со зрителями. Спасибо, что были с нами. Увидимся с вами ровно через неделю. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова